Улицы частного сектора в Затверечье и вовсе каждую пятницу, начиная с весны, превращаются в самую настоящую автотрассу. Местные жители бьют тревогу и недовольны, что автомобилисты используют частный сектор для того, чтобы миновать пробки при выезде на Бежицкое шоссе. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Вот так автомобили Вереницы едут по частному сектору в Затверечье. Это, например, улица Первая Новозаводская. Местные жители с трудом могут пройти по дороге в пятницу после полудня. Тротуаров здесь нет. Так и живем. Сплошной поток. Помимо легковых автомобилей по дорогам частного сектора ездит и груженная спецтехника, КАМАЗы с песком, фуры, газели со стройматериалами и даже городско-общественный транспорт. Все пытаются сократить время в пути, миновать пробки при выезде на Бежицкое шоссе. Но таким способом сделать это тоже не получается. При выезде из частного сектора автомобилисты вновь встают в пробку на Затверецком бульваре. И даже ремонт в районе Исаевского ручья не решил проблему затора в Бежицком направлении. Все дело в том, что это единственный полноценный выезд из города по этому вектору. К тому же этот маршрут не просто используется дачниками, а соединяет областной центр с Вологодской и Ярославской областями. Как следствие, к потоку транспорта из Твери добавляется трафик из других регионов. В рамках первого этапа рабочая бригада отремонтировала отрезок протяженностью 600 метров по улице Шишково и Затверецкому бульвару. Здесь привели в порядок фонари, переложили мостовой переход и благоустроили пешеходные зоны. Тротуары и остановки расширили дорогу, но и это не помогло. Потом дорога сужается и превращается в бутылочное горлышко. Мы отправили запрос в региональное правительство, чтобы узнать о планах по решению острой для тверичан проблемы реконструкции уличной дорожной сети на этом участке дороги. О планах расскажем в следующих выпусках новостей.